Душа человека Душа человека Можно ли вообще говорить, что у животных есть душа? Я считаю, что можно. И вполне даже уместно. Во-первых, ссылаясь на Священное Писание, на первую главу книги Бытия, в которой говорится «И произвела вода душу живую, и произвела земля душу живую». Конечно же, учитывая сложное толкование, неоднозначное толкование слова «душа», можно сказать, что здесь речь идет вообще о жизни в самом широком смысле слова, но тем не менее, такие слова есть, что произвела вода и земля, то есть мир материальный, душу живую. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами пытались увидеть объективность души, объективность психических явлений. Конечно, в полной мере сделать это весьма непросто и очень сложно. Кстати говоря, святые отцы утверждали, что для того, чтобы увидеть душу, необходимо значительное внутреннее усилие, душевное и духовное усилие. То есть это очень непросто увидеть свою собственную душу. И знаете что, действительно, для большинства людей, наверное, непростая интеллектуальная задача увидеть тот факт, что они видят, слышат. То есть не предмет видения, а сам факт того, что они видят. И поясню, о чем идет речь. Вот смотрите, кирпич он не видит, правда же, к нему неприложимое такое понятие, не видит. Кто скажет, ну кирпич не компьютер, там нет никаких информационных процессов. Скажем, хорошо, прекрасно, вот мы сделали робота. И у нас есть ли однозначный ответ? Робот видит, вот он реагирует, несомненно. Робот может выстроить адаптивную рефлексию, да? Вот мы видели изумительные американские роботы, которые ходят, бегают, прыгают. Скоро может летать начнут. Вот. Но вопрос, а у них есть психический мир? У них есть внутренний мир? У них есть субъективность? Ну, оставим этот вопрос открытым и без ответа пока. Но во всяком случае, на примере человека мы показали, что существует такой комплекс параметров, которого к физическому миру отнести никак нельзя. Этот комплекс параметров с некой очевидностью указывает на реальность и объективность психического мира. Самый элементарный пример – это наше ощущение «Я». Что такое ощущение? Кстати, у психологов, психофизиологов есть определение понятия «Ощущение». Это отражение внешнего мира посредством деятельности нервной системы. Но отражение, такое ощущение, что нас вводят за нос. Скажите, пожалуйста, а зеркало – это что? То есть идеальным примером отражения является зеркало, но вряд ли зеркало является субъектом. Значит, здесь в слове отражение что-то не то. И мы чувствуем, что, кстати, это очень сложно уловить, о чем мы говорим. Но все-таки давайте говорить об ощущениях. Вот у нас есть с вами ощущение чего-либо. Вопрос – а животное ощущают? Вот самый простой вопрос. Меня, кстати, на одной из лекций в Академии ученики спросили. Скажите, пожалуйста, батюшка, а собаке больно? Вот ей бывает больно? И разговор у нас шел в контексте вот декартовского восприятия мира, что существует некая непротяженная субстанция, то есть мысленная субстанция, то есть попросту «я» или душа. И вот это «я» оно, собственно, и порождает субъективные явления. Но это ведь этого «я» как бы нет у собаки и у кошки. И что же получается, что у собаки и у кошки нет субъективных явлений, субъектностных явлений? У них что, нет восприятия, нет ощущений? Иван Петрович Павлов, кстати говоря, запрещал своим сотрудникам употреблять термины «собака почувствовала», «собака переживает». Действительно, наверное, объективно сложно доказать, что собака почувствовала. Рефлексия точно есть, да, на какое-то болевое воздействие. Она может взвизу, убежать или даже кусить. Это все есть. Но вопрос «а она переживает боль?» Так вот весь наш жизненный опыт, вообще интуитивное восприятие подсказывает то, что, ну, конечно же, ей бывает больно. Ну, конечно же, она видит своего хозяина, видит окружающий мир. Она именно видит, а не просто адаптивно или адекватно рефлексирует по поводу этого видимого мира. Вкусного куска мяса, ну и так далее. Да, то есть такое ощущение, что у них есть внутренний мир. Есть психическое, подчеркну, доказать объективно – это просто невозможно. Здесь, кстати, есть определенный предел. Вот можно доказать некую объектность, можно доказывать объекты. А вот наличие субъекта доказать очень сложно. Кстати, обратите внимание, это приложимо и к человеку. Вот никто из людей не сможет доказать, что у него есть сознание. Вот, представляете, такой парадокс. То есть мы с вами все принимаем на веру сознание другого человека, сознание собеседника. Вот просто доверяем, так сказать, своим глазам, ушам и так далее. То есть, а доказать в полной мере наличие своего сознания просто невозможно. Хоть колесом пройдите. Ну, в Священном Писании говорится, упоминается, что душа животных находится в их крови. Некоторые священники даже запрещают есть гематоген. Так ли это на самом деле? Мы с вами, отвечая на первый вопрос, все-таки приходим к выводу, что, во-первых, психическое, хоть какое-то психическое у животных существует. Есть ощущения. И сразу вопрос, и что это психическое находится в крови? Как-то не верится. Но, тем не менее, эта фраза есть, эти слова есть в Священном Писании. Как они понимаются? Ну, конечно, их надо понимать более широко. Речь идет о жизни, то есть о душе в контексте жизни. Душа животных в крови. Но мы можем сейчас добавить, что и не только в крови, а вообще в любой клетке этого живого существа. Но речь, скорее всего, идет о другом в данном стихе. А именно, не ешьте живых. Вот о чем идет речь. То есть, продолжим этот контекст. Не мучьте их. Понимаете? А, кстати говоря, вот эта фраза, она отчасти косвенно указывает как бы на некий момент субъектности наших животных. А почему их нельзя есть живыми? Почему их нельзя мучить? Да потому что им больно. Понимаете? Потому что их жалко. Потому что они переживают. Вот, мне кажется, вот так имеет смысл прочитывать эти стихи. А не как формальное указание на то, что психическое животных находится в их эритроцитах. Скорее всего, не так. Но в этой связи, конечно, я могу сказать, что тем, кому врач прописал гематоген, ну пусть его кушают. А бессмертны ли души животных? Об этом в Священном Писании напрямую ничего не сказано. Говорится о бессмертии души человека. И в этом, кстати, одна из сторон богоподобия человеческой природы человека Богу. Его бессмертие. И укажем еще на тот момент, что вот это свойство, оно дополнительно привнесено при сотворении человека. Дополнительно. То есть, к моменту предания этого свойства Адаму, Адам уже обладал психическим. Обладал сознанием. Обладал разумной деятельностью. Можно, конечно, дискутировать по поводу качества этой деятельности. Возможно, он не имел высших устремлений и мыслей и рассуждений. Это второй вопрос. Но, несомненно, обладал психическим миром. В этой связи мы с вами говорим, что животные тоже, скорее всего, обладают психическим. У них есть чувства, переживания, ощущения и так далее. Ну, то, что есть какие-то зачатки когнитивной деятельности, это точно можете не сомневаться. Наука зоопсихологии это со всей очевидностью показала. Но вот о бессмертии психического животных говорить в полной мере не приходится. Возможно, не исключено, что можно говорить о бессмертии души животных как бы в привязке к бессмертии души человека. То есть, не исключено, что такая связка существует. То есть, например, поскольку мое любимое животное, мой любимый питомец находится в моей душе и является частью моего психического мира, а мой мир бессмертный, то каким-то образом вот в привязке ко мне душа этого любимого существа, она и сохранится. Ну, конечно, это одна из фантазий. Я думаю, что таких фантазий может быть несколько. Можно найти косвенные указания в Священном Писании, которые говорят о том, что не исключено, что вообще животный мир, да и растительный тоже, он же завязан как бы на мир человека, на духовное нравственное состояние человека. В этой связи, как бы, утешительный ответ может заключаться в следующем, что, наверное, ну вот утешительное, это как бы в кавычках, да, наверное, сами по себе души животных бессмертием не обладают. Но в связке с душой человека не исключено, что такое бессмертие может быть. Вот на такой прекрасной ноте нам с вами пора прощаться. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас. До свидания. Дорогие телезрители, жизненный опыт показывает нам, что у животных есть ощущения, эмоции, переживания, они могут испытывать боль, они могут радоваться и обижаться. А это явление психически и душевное, значит, у животных есть душа. А бессмертия души в Священном Писании прямых высказываний нет. Но не исключено, что душа животных может найти вечную жизнь в бессмертной душе человека. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok